Обязательно мы выходим на производство, общаемся с людьми, может быть какие-то есть вопросы. Это сейчас Лариса Вячеславовна смотрит на жизнь предприятия как руководитель кадровой службы. А в далекие 80-е она бегала среди огуречных лиан маленькой девочкой. Моя мама Смирнова Нина Сергеевна начала работу на комбинате практически с его основания. Занимала должность экономиста, главного экономиста. И как-то так получилось, что я тоже была знакома с производством, ходила к маме на работу, как и все дети. И как-то всегда была уверена, что я тоже почему-то буду работать здесь. 15 лет назад мечта детства стала явью. Волокжанка продолжила начинание мамы и встретила на комбинате свою судьбу. Работал в другом месте, меня пригласил однокурсник, что здесь есть место, приходи, поговорят, может быть здесь устроиться. Я устроился сюда, потом пришла Лариса Вячеславовна, мы как-то приглянулись друг к другу и нашли общий язык. Сергей Анатольевич – инженер, следит за тем, чтобы в теплицах поддерживался особый климат и приборы работали бесперебойно. Ведь от этого зависит урожай. Вот пошел мутный раствор, это значит очищается вода вот этим фильтром. И чтобы вода была чистая у нас под растение, существуют фильтры и приходится промывать. Работа вдохновляет, как и то, что с близкими связывает одно общее дело. Ведь сын Загладкиных тоже стал продолжателем трудовой династии. Он работает ветеринарным фельдшером в одном из подразделений комбината. В семье шутят, освоены почти все профессии производства тепличного. А вот общий трудовой стаж династии Смирновых-Загладкиных не шуточный – 65 лет. В преддверии праздника весны и труда семью Вологжан, преданных одному делу, наградили почетным знаком – за доблестный труд на благо Вологды. В нашем маленьком таком семейном производственном коллективе разные все профессии. Но у нас подрастает еще внучка, правнучка. И я думаю, что будут освоены и другие тепличные профессии. И наш коллектив увеличится с каждым поколением. В девятый раз в Вологде чествует человека труда, лучших работников предприятий, а также сами организации города. В более чем 10 номинациях городского смотра конкурса участвовали несколько десятков предприятий. Лучшие из них получили дипломы. За лучший коллективный договор, лучшую охрану труда на производстве, за успехи в обучении будущих специалистов. В этом зале собрались люди, которые всегда и по-настоящему всегда выкладывались, добросовестно относились к своему делу и достигали результата в своей работе. Я с большим удовольствием поздравляю с предстоящим первым маем, днем весны и труда всех присутствующих на этом мероприятии. В вашем лице я поздравляю всех ваших коллег. Масштабная программа ждет Волокжан и 1 мая. Традиционное шествие по улицам города, торжественный митинг и концерт в честь праздника «Весны и труда». Алена Закатаева, Екатерина Шабалова, Максим Тышковец, Вологда РФ. Алена Закатаева, Екатерина Шабалова, Максим Тышковец, Вологда РФ.